обзор на фитнес-браслет от сяоми mi band 5 специально для магазина 7745 buy упаковка стандартная такой вид коробки сяоми начала применять с 3 версии хотя изначально mi band 3 продавался фирменной белой коробке скорее всего простая упаковка влияет на конечную стоимость товара поэтому это можно отнести к плюсу ведь нам не с коробкой ходить на руке по улице комплекте идет зарядная браслет и инструкция зарядная и тут настоящий прорыв для сяоми для зарядки не нужно доставать капсулу из ремешка или докупать дополнительные зарядные для удобства как в прошлых версиях достаточно просто поднести зарядная контактом браслета как она сама присоединится капсуле с помощью магнита реально это круто и удобно только одного не могу понять почему раньше до этого не додумались сам браслет имеет стандартное исполнение силиконовый ремешок с одной кнопкой в которой плотно устанавливается капсула или как некоторые называют таблетка mi band 5 с обратной стороны таблетки расположены датчики и контакты для зарядки спереди цветной сенсорный дисплей с одной кнопкой управления для активации браслета его необходимо сразу поставить на зарядку и пока mi band не будет подключен к телефону все функции его будут неактивны для этого скачиваем с маркета mi fit регистрируемся выбираем снизу профиль далее добавить устройство и тут жмем браслет происходит поиск после того как мифит нашел mi band на экране жмем подтверждение обновление окончено и сразу видно что появился русский язык все пункты меню браслета и приложения рассматривать не буду так как практически все тоже самое как и в четвертой версии а быстро пробегусь по новым фишкам в приложении в пункте магазин можно поменять заставку основного экрана mi band вроде это все было и в четвертой версии но есть два но первый это больше выбор заставок и 2 то что дата отображается на русском языке они на английском как изначально было в четвертой версии далее практически все одинаково а вот еще появилась настройка и рылков это отображаемая информация для быстрого доступа свайпами вправо или влево еще появилась настройка отображения здесь можно сменить или удалить пункты меню при свайпах вверх или вниз также под себя можно настроить тренировку тоже можно сместить или вообще убрать ненужные пункты кстати количество режимов тренировки увеличилась далее можно настроить мировые часы в принципе мне это не нужно но для тех кто путешествует или работают удаленно в других часовых поясах думаю будет приятной функции меню приложения изучили теперь можно пробежаться по меню самого браслета как ранее говорил с помощью боковых свайпов перемещаемся по боковому меню также свайпами вверх вниз по основному меню в пункте дополнительно появилась новая функция по управлению камеры телефона можно делать фото и запускать останавливать запись видео также с браслетом можно включать и отключать будильник только заранее необходимо его установить приложение а вот и мировые часы о которых я ранее говорил еще радуют обширные настройки дисплея а также новый пункт где можно настроить время работы экрана в секундах что еще есть нового пункте тренировка появилось больше возможностей погода более информативно можно еще потренировать дыхание и замерить уровень стресса не знаю насколько полезны эти функции но возможно кому-нибудь понадобится так уведомление пульс ничего нового а вот еще интересный пункт пай активировав его приложение будет следить за вашей активностью и пульсом а также стимулировать вас баллами мне очень понравились расширенные настройки заставки дисплея кроме того что можно поменять саму картинку также можно поменять отображение дополнительной информации сверху и снизу это можно сделать настройках браслета или на основном экране дисплея mi band но только если у вас активирован этот пункт при долгом нажатии на сам экран после настройки заставки и дополнительной информации рекомендую эту функцию деактивировать так как будет множество ложных срабатываний при эксплуатации браслетов на солнце информация с дисплея хорошо читаема если сравнивать с четвертым то практически одинаково единственное что через камеру видно мерцание на четвертом ми бенде так как маленькая частота кадров но глазом это мерцание не видно а теперь небольшое сравнение 3 4 и 5 браслета между собой если сравнивать по размерам в толщину то третьими бэнд самые толстые затем 5 а 4 самый тоненький конечно сравнивать третьими бэнд с пятым нет смысла так как 5 превосходит его по всем характеристикам кроме батареи поэтому если у вас третья модель то конечно же есть смысл перехода на 5 здесь есть цветной дисплей множество функций и настроек а также можно купить модель с nfc а вот между четвертым и пятыми бэндом уже не такой большой разрыв ну немного больше дисплея есть пару приятных фишек и настроек управление камерой и немного еще поэтому имея четвертый ми бэнд стоит задуматься переходить на 5 или нет да и еще когда вышел ми бэнд 4 приятной особенностью стала возможность использовать ремешок от третьего ми бэнда они полностью взаимозаменяемые а вот с 5 версии так не получается поэтому мне придется покупать новый железный ремешок лично мне ми бэнд 5 понравился качественный дисплей который отображает много информации тем более что ее можно построить под себя очень нравится меню которое тоже можно корректировать убрав лишние пункты тем самым упрощается пользование порадовала кнопка управления камерой кроме того браслет можно приобрести с функцией nfc и оплачивать покупки а это очень удобно единственной функции который мне не хватило а в нынешнее время это было бы очень актуально это замер кислорода в крови но думаю производителя на это были свои причины на этом обзор закончен всем спасибо за просмотр ссылка на товар в описании не забываем подписаться на канал обязательно ставим лайки всем пока